книга открытым оком том 12 тема вера вопрос 2606 слово фанатик стало ругательным а вы говорили что это слово не оскорбляет человека что так называет человека готового умереть за свою идею покажите это на каком-то примере из писания из жития святых отвечает игнатий тихонович лапки филиппийцам 1.21 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретение филиппийцам 3.8 да и все почитает шитою ради превосходства познания христа иисуса господа моего для него я от всего отказался и все почитаю за ссор чтобы приобрести христа 1 маковейская 6.46 и подбежал он под того слона лег под него и убил его и пал на него слон на землю и он умер там 2 маковейская 14.46 совершенно уже истекая кровью он вырвал у себя внутренности и взяв и взяв их обеими руками бросил в толпу и моля господа жизни и духа опять дать ему жизнь и дыхание кончил таким образом жизнь вот как описывается в житиях прощания молодых супругов и о чем заботится молодая жена фанатичка наталья 26 августа день памяти кавычки открыты молю тебя господин мой помнить наш союз и мое присутствие при тебе во время твоего страдания и желание тебе венцов помолись ко господу нашему иисусу христу чтобы он взял и меня с собою чтобы как жили мы с тобою вместе в этой многоскорбной исполненной грехов жизни так неразлучно прибыли и воны блаженной жизни молю тебя господин когда предстанешь ты христу господу принеси ему первую а мне молитву верю я что все о чем не попросишь ты даст тебе господь ибо молитва твоя любезно ему и приятно прошение твое но ты знаешь нечести граждан сих и безбожие царя и я боюсь того как бы не принудили меня выйти замуж за другого нечестивца и язычника тогда сквернится ложе мое и расторгнется союз наш молю тебя соблюди супругу свою как учит апостол дай мне в награду за мою целомудрие умереть с тобою кавычки закрыты кавычки открыты и когда мучители и убийцы слуги принесли в темницу железную навальню и молот наталья увидав это и узнав причину их прихода встретил их с мольбой о том чтобы они начали с адриана так как она боялась чтобы муж ее видя лютое мучение и кончину других мучеников не устрашился мучители послушали наталью и приступили сначала к адриану а наталья подняв ноги мужа своего положила их на накобальню мучители сильным ударом молота по ногам мученика перебили ему голени и отбили ноги кавычки открыты умоляю тебя господин мой раб христов сказал наталья пока ты еще жив протяни руку свою чтобы отбили ее и ты тогда сравняешься с прочими святыми мучениками которые более пострадали нежели ты кавычки закрыты святой адриан протянул к ней свою руку и она взяв ее положила на наковальню мучитель ударив сильно по руке молотом отсек ее и точишь святой адриан предал душу свою в руки божии от великих страданий между тем святая наталья жила в своем доме имея у себя руку любезного своего супруга святого адриана которую она помазав драгоценным миром и обвив парфиром положила в изголовье своей постели чего никто не знал из ее домашних придя в храм к телам святых мучеников святая наталья с несказанную радостью припала к ним лобызая их и приливая от радости слезы приложив руку святого адриана к его телу она преклонила колено и долго молилась кавычки закрыты благодарю господь что вовремя отнял мной зацелованную кошку чудо-пса дневник просматривая не нашел и дня когда мое привычное не жог и не кромсал а все молитва воплю мы как в тумане кричу невидимому богу иегове через отца ответ твой через маму ускоренно к отходу нас готовишь любовь неразделенная страдание ей безответной белый свет не мил соединились мы через писание у десятеренных дай господь мне сил ты знаешь что препятствует любви что закрывает от меня твой образ или вай переплавляй дабы могли по отношению к тебе иметь все первым сортом что закрывает разглядеть тебя твою заботу нежность и угрозы пусть моль и ржа бесследно истребят зачем и почему не задавать вопросов доверие к тебе ты будущее знаешь она перед тобой все на стоящем миге к тому что рядом быстро привыкаешь нас связывают с тем канаты они нити для пользы общей времени в обрез а мы на пустяки транжирим чудо время ты любящий пускаешь нас под пресс из грязной сажи получая кремень и только вечность может осветить последствия крушения и погибель сам властно перевел нам стрелки на пути земную хижину перекроил в обитель благодарю иисус за все заботы ты право дал молиться и смиряться что делаешь не не разгляжу и части сотой мне травы горькие да будут вместо сласти 21 января 2005 год игнатий тихонович лапкин